Витамины, которые ускоряют обмен веществ в вашем организме. Все мы люди и все мы ищем быстрый и легкий способ снизить лишний вес. Может быть есть какие-то быстрые таблетки, которые мы можем пить и снизить вес. Без похода в зал или ограничения себя в еде. Сразу скажу любителям легких решений. Питание это основа, на которой строится наше здоровье. Вам все равно придется приводить его в порядок. И о питании я буду говорить отдельно. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о витаминах, которые помогут вам уменьшить аппетит, ускорить обмен веществ и таким образом будут способствовать снижению веса. Я расскажу вам о трех витаминах. Причем два из них вам хорошо знакомы. А вот третий препарат не такой распространенный и известный, хотя и основан на натуральных компонентах. Но обо всем по порядку. И первый витамин в моем списке это витамин D. Витамин D это не просто важный жирорастворимый витамин, который участвует во многих биохимических процессах в нашем организме. Это полезный нутриент, который мы потребляем с пищей. И это гормон, который наше тело способно производить. Тем не менее, дефицит витамина D встречается повсеместно. Если мы хотим узнать уровень витамина D в нашем организме, то нам следует сдать кровь на определение уровня 25 гидроксивитамина D. Референсные значения уровня витамина D в крови 30-100 нг на миллилитр. Они могут отличаться в различных лабораториях. Однако следует стремиться к показателям уровня витамина D в крови 50-80 нг на миллилитр. Почему определение уровня витамина D так важно для людей с ожирением и лишним весом? Исследования показали, что низкий уровень 25 гидроксивитамина D в сыворотке крови часто встречается у людей с ожирением и лишним весом. И повышение уровня витамина D у людей с ожирением в сочетании с диетой для снижения веса привело не только к снижению веса и уменьшению жировой массы. Ожирению часто сопутствует хроническое, вялотекущее воспаление. И нормализация уровня витамина D в крови приводит к снижению уровня воспалительных маркеров. Другое клиническое исследование было проведено на 50 женщинах с избыточным весом и ожирением. Женщин разделили на две группы, в которых одна группа получала добавки витамина D в течение 6 недель, а другая группа – плацебо. Исследование показало, что у женщин, которые принимали добавки витамина D, значительно снизился вес, уменьшилась окружность талии и снизился индекс массы тела по сравнению с группой контроля. Какие два замечательных исследования, думаете вы? Однако не спешите покупать витамин D, вам его должен назначить врач. Почему? Во-первых, витамин D может обладать токсичностью, особенно при применении в неправильной дозировке. Во-вторых, витамин D может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в частности, с преднизолоном, с некоторыми кардиологическими, противоэпилептическими препаратами. И в-третьих, если у вас есть лишний вес, ожирение и, как следствие, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то в первую очередь надо налаживать питание, постепенно скидывать лишние килограммы, приводить в порядок свою пищеварительную систему и потом уже начинать прием витамина D. Ведь иначе он у вас попросту не усвоится. А то минимальное количество, которое усвоилось, будет очень быстро расходоваться вашим организмом на различные нужды. Так обычно я и веду своих пациентов, и мы добиваемся хороших и стабильных результатов по снижению веса и укреплению здоровья. Если вы продолжаете есть мусорную еду, часто перекусываете, неправильно сочетаете пищевые продукты, то и не стоит надеяться на то, что принимая один только витамин D, вы скинете вес. Давайте уже проснемся и посмотрим правде в глаза. Второй жиросжигающий витамин – это L-карнитин. По сути, L-карнитин – это витаминоподобная субстанция. Он представляет собой важную составную часть мышц, без которой невозможно нормальное функционирование мышечной ткани. L-карнитин не только увеличивает мышечную силу, но еще и уменьшает объем жировой ткани. Интересные данные по снижению веса у взрослых людей показал метаанализ 37 рандомизированных клинических исследований. Количество участников этого метаанализа составило 2292 человека. Ученые получили обнадеживающие результаты. Прием L-карнитина снижает массу тела, индекс массы тела и жировую массу, особенно среди взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Другой метаанализ включал 9 исследований и 911 участников. Результаты этого обзора клинических исследований показали, что испытуемые, получавшие карнитин, потеряли значительно больше веса и продемонстрировали снижение индекса массы тела по сравнению с контрольной группой. То есть два крупных метаанализа с участием более 3000 испытуемых показали, что прием L-карнитина снижает массу тела и способствует похудению. Большая часть карнитина в организме человека синтезируется из незаменимых аминокислот – лизина и метианина, незаменимой аминокислоты глутаминовой кислоты, а также из трех витаминов – витамина С, ниоцина и витамина В6. И железо. Конечные этапы образования карнитина происходят в печени, почках и мозге. Если у вас несбалансированное дефицитное питание, если у вас поражение печени, почек и других органов, то образование эндогенного, то есть внутреннего L-карнитина будет страдать. И в этом случае даже прием экзогенного L-карнитина не сильно вам поможет. То есть в любом случае самое главное при похудении – это сначала наладить питание, нормализовать функцию желудочно-кишечного тракта, и лишь затем уже по рекомендации вашего врача принимать витамины, минералы и лекарственные препараты. Я вам рассказала про два витамина, которые могут помочь вам скинуть лишний вес. Это витамин D и L-карнитин. И третий витамин, даже скорее это не витамин, а добавка – это горциния. Горциния – это тропический фрукт, который растет в Индии и Юго-Восточной Азии. Активный ингредиент в кожуре фрукта – гидроксицитриновая кислота – блокирует специальный фермент, называемый цитрат лиазой. Этот фермент наш организм использует для выработки жира. Он также повышает уровень химического вещества – серотонина в головном мозге, что помогает уменьшить чувство голода. Во многих высококачественных исследованиях на людях проверялось действие горцинии камбоджийской на потерю веса. Большая часть исследований показала, что горциния может вызывать небольшую потерю веса. В среднем в течение от 2 до 12 недель горциния камбоджийская вызывала потерю веса примерно на 2 фунта – 0,88 кг, то есть больше, чем плацебо. При этом несколько исследований не выявили никаких преимуществ в снижении веса. Данные об эффективности горцинии неоднозначны. Добавки горцинии камбоджийской могут привести к умеренной потере веса у некоторых людей. Но эффективность нельзя гарантировать на все 100%. Хотя что мы вообще можем гарантировать для нашего изменчивого организма? Итак, 3 добавки, которые могут помочь нам снизить лишний вес – это витамин D, L-карнитин и горциния. Если вы хотите знать больше о том, без каких витаминов у вас будет жор, тогда посмотрите мое предыдущее видео. В этом видео я подробно рассказала, дефицит каких витаминов и питательных веществ вызывает жуткий жор. Из этого видео вы узнаете, какое вещество вызывает у нас жор и дефицит витаминов. Ссылка на этот видеоролик в описании к этому видео. Будьте на связи и, конечно же, берегите ваше тело и разум.